Музыка Что сказать за служение по всей стране нашей, по братстве нашим? Стараемся, ведем служение, как и вы, стараетесь, предлагая всякое усердие. У одних больше возможностей, у других меньше, но стараемся. Главная наша сейчас забота, это распространять весь благую там, где еще не знают о Господе. Это конечная цель, идите по всему миру, здесь нового-то ничего нет. Идите по всему миру и несите Евангелие, кто будет веровать, и крест спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Это повеление самого Иисуса Христа. Монархи меняются, конституции меняются, строи государственные меняются, а указания не меняются. Мой, я сейчас живу в Молдавии, так вот получилось, что в Ленинграде не разрешили мне в свое время жить, ну и ладно. Мы в Молдавии тоже несем служение наши благовестники, братья, работники и на север едут по несколько месяцев, меняют место жительства, едут. Несколько семей переехали в Коми, там, где большая нужда и нет проповедника. Переселяются, потому что суть-то не в том, что климатические условия, где пристроиться, а вот там вот, где самая необходимость быть. Это, мы смотрим на это положительно. Несем служение, и у нас есть такие села, где никогда не было проповеданного Евангелия, никогда находятся эти такие села. В Молдавии четыре палатки есть для благовестия, четыре палатки активно, с весны до глубокой осени. В разных местах стаи где-то прогоняются, где-то выгоняются, переставляем на другое место. Ну, одна бригада, скажем, палатки, это шесть-семь человек, которые полностью посвятили себя и переселения, и поддерживают соседние ближайшие церкви, хорами или там, проповедниками, собеседниками. И там, где побывали палатки, чаще всего создаются церкви. Ну, в этом ничего нового нет. Я знаю, что так же и у вас происходит. И очень хорошие души приобщаются к церкви, живые, ну, это живой, это свежий поток входит в церковь. Это очень приятно, что Господь задержался, замедлил в своем пришествии, и мы дождались некоторых. Ну, и детский вопрос. Думаю, что в Молдавии сейчас детский лагерь у нас, детский лагерь есть один на всю Молдавию. С 1 июня он открыт. Мы арендовали на 3 месяца. С 1 июня по 1 сентября на 350 человек. Это значит 320 детей, 300 детей. На 2 недели заезжают в субботу, и на 2 недели, а в субботу, через субботу, меняют смена. То есть новые 300 детей и новые 280 детей. И уже более полутора тысяч детей прошло через детский лагерь. Ну, теперь в отроке будут человек 500 в лагере. Какова суть детского лагеря? Мы стараемся, чтобы от 7 до 12 лет дети. Стараемся так, чтобы, кстати, в общество слепых в Молдавии обратились. Пожалуйста, если у вас есть дети нуждающиеся, ну, пожалуйста, 150 человек могут побывать в нашем детском лагере по очереди, по 20, по 25 человек. Ну, и скажу, что для нас это очень хорошо тем, что дети, которые никогда не слышали о Господе, очень хорошо воспринимают, научились быстро учиться молиться, петь, славить Бога. А вместе с ними уже и родители тянутся к Богу. Вот разные пути, разные пути. Из детского дома, там вот 28 детишек взяли, тоже на 2 недели. Ну, кто-то не ужился, кто-то не захотел. А в общем, около 20 душ так вот срослись с сердцем. И очень было для них приятно. Суть-то в том, чтобы, ну, слово истинное так вот дошло. Я вам скажу, что мы, конечно, очень часто бываем, за лето нам очень тяжело куда-то поехать, кого-то навестить, потому что 300 детей – это серьезно, это серьезно. Суть-то не только лишь забота поваров, чтобы накормить их, но преподнести им слово истины в доступной форме, соответствующей их возрасту. В Молдавии, вот где я живу, села, где мы евангелизацией занимаемся, ну, мы по карте уже смотрим, отмечаем села, где нет ни одного верующего, где еще не проповедано Слово Божье. Идем туда, в эти села, где идет молодежь наша, то встречается сопротивление православных. Сопротивления бывают очень серьезные. Ну, а я заметил, чем серьезнее сопротивление, тем надо ожидать больше успеха. Я очень рад за нашу молодежь. Как-то у нас по понедельникам совет. Я как-то задержался в Кишиневе. Ну, молодежь пришла на совет, братья, разрешите нам в Пересечино евангелизацию сделать, так вот палатку там поставить. Я говорю, категорически, братья, категорически, Пересечино не показывайтесь. Там два православных храма, там бандитские группировки. Там ни в коем случае, там очень сильное сопротивление вы встретите. Через месяц опять приходят. Все-таки надо, это центральная, так вот, трасса там проходит, мимо села. Ни разу там не проповедовали слово Господне, разрешите. Ну, хорошо, пожалуйста. Только дайте слово, когда в палатке вы будете там ночевать, ни одной сестры не будет близко. Потому что бандиты придут. Это непредсказуемо может быть, непредсказуемо. И обязательно, ни в коем случае, не ложитесь все спать. Обязательно, чтобы дежурил кто-то здесь, бодрствующий. Обязательно. Ну, мы предвидели немалые трудности в этом поселке. Ну, хорошо, поставили, облюбовали местечко, поставили палатку. Ну, в субботу народу много собралось. Ну, по поселку везде молодежь прошлась по приглашению. Вот в шесть вечера будет, вот, в центре села, там-то и там-то, палатка, проповедовать Евангелие. Народу много собралось. Ну, хорошо, прошло. Ну, а в час ночи пришла банда пьяных парней. В общем, спалили всю палатку, всю литературу, с ножами бегали за братьями. Ну, разбежались братья. Мы просили, убегайте, убегайте, как трусные люди, убегайте. Ну, зачем связываться с пьянием? Ну, благополучно все. А за пятьсот метров наши сестры в машине спали. Ну, и бандиты эти не знали. Ну, в Кишинев приехали, двадцать километров от Кишинева всего. Приехали, сообщили. И наутро почти вся церковь туда приехала. Вы знаете, вот это уже хорошо. У пепла, где сгорели Евангелие, Библии, палатка, вот здесь очень удобно проповедовать. Народу собралось очень много. Все узнали, что пожар был ночью. И проповеди очень хорошие были. И брат ответственный за это благовестие спрашивает. Дорогие жители села Пересечино, мы приехали сюда для того, чтобы две недели побывать с вами, познакомить вас с Евангелем, научить молиться или петь, славить Господа. Но мы вынуждены отряхнуть прах с ног наших и уйти. Вот этот пепел будет свидетельствовать против вас в последний день. Этой ночью сгорел. Вот столько-то, столько-то Евангелия святого, 100 Евангелия. Ну, вот так народ расположился. Но мы можем еще где-то задержаться, если кто-то пустит в свой двор, в свое поместье. Ну, поднялось несколько рук. Ко мне, ко мне, ко мне. Ну, выбрали одно местечко. Пошли туда. Стали собираться у них во дворе. Народ, сельчане этого села, по ту сторону Калитки не заходят в Калитку. А мы с этой стороны Калитки проповедуем. Уже власти нас не трогают, православные не трогают. Нас не бьют. Но односельчане, которые проходят в этот двор, тех избивают. Мы продолжаем проводить дальнейшее служение. А женщины, которые убили, на следующее воскресенье мужья приходят, чтобы защитить их. Таким образом, очень много народу собирается по каждому воскресенье у этой Калитки. Машины наши, особенно одну машину там сильно бьют прутами и по крыше, по капоту, по багажникам. А он как раз снимается ремонтами машин, ее подремонтирует, подкрасть и опять приезжает с этими же номерами. А их это сильно раздражает. И так несколько месяцев много раз рихтовал свой кузов. А мы понимаем так, что, братья, если нужна жертва, мы на правильном пути. За все надо платить. И души хотим отобрать у дьявола и ничего не потерять. Так если мы заплатим дырявой машиной, это стоящее дело. Ну, пришел один, ну, таких из руководства бандитов, мафиозников. И говорит, я, говорит, сидел с такими, как вы. Назвал несколько фамилий, нам известных. Ну, я, говорит, не ожидал, что в нашем селе такое, и вы придете сюда. Теперь вас никто не тронет. Я сказал, мои люди будут теперь вас охранять. Боже мой, Боже мой, какая это милость Божия. Ну, другой приходит и говорит, отчего это вы собираетесь во дворе с корморозой? Почему бы вам в центре села не купить дом? Мы говорим, у нас денег нет. Мы поможем ни в коем случае. От вас мы денег не возьмем. Вот это только не хватает, чтобы преступный мир нам покупал дома. От вас мы денег не возьмем. А недорого? Вы сторгуетесь недорого. Мы пошли к этому дому. Оказалось, оказалось совсем недорого, 600 долларов. А я знаю, что такие дома и 25 тысяч долларов. Я говорю, а что так дешево? Оказывается, хозяйка этого дома колдунья. И все боятся это много покупать, потому что там бесы живут. А что нам бесы? Вы понимаете, братья, мы их не боимся не потому, что мы не верим, что бесы живут, а мы знаем, что если мы войдем, они убегут. А люди-то знали, что кому надо мертвых вызывать, кому надо наколдовать, нашептать. Все шли к этой бабке. А эта бабка решила уехать и хоть за сколько-то оформить. Вот за 600 рублей она оформила. И в один день все сделали, потому что если второй день, то власти узнают и не давдут. Оформили, все в порядке, все сделали. И бабушку даже на своей машине отвезли, эту ведьму. Ну и скажу вам, братья, там, конечно, надо все было заново делать, этот дом. Действительно на куриных ножках стоял. Но ничего, бригада братьев приехала, там все сделали. Пристроили молитвенную комнату, человек на 50. Ну и, ну, все, что нужно сожгли, что нужно лучше сделали. Ну, и сейчас там живет семья, четверо детей. Сейчас там богослужение, церковь, 15 членов уже. Уже 15, перспектива решая на будущее. Ничего общего в этом доме с бесами нет. Ну, это понятно, куда она поехала в борьбе за ней. В этом доме мы совершенно не приезжали, чтобы каждый угол, за какой-то угол молиться, там, или подвал, или чердак. Сохрани нас, Господь. Мы знали, что будешь наступать на всякую силу, и ничего не повредить. Вот с такой властью, так вот. Сейчас там хорошая церковь. Можно сказать, в том районе, сейчас там, это центральная церковь. Идут с разных сел. Когда приезжаешь на это богослужение, то народу человек 60, которые из других сел приходят. Ну, словом, я хочу сказать, что я очень рад, что настояла молодежь. Она нам покой не дает. Давайте, говорите, пересечено, дальше дело у нас не пойдет. Давайте запересечено. И вот сейчас там хорошие церкви. Я как пример привел. В других случаях, иначе. Иначе крестим мы посреди села. А село считалось православным. Так женщины. Тут поп стоит на берегу, и нас веником мочит всех. Нечистую силу выгоняет. А озверелые женщины опускаются туда в воду. Креститель крестит. А не хватает эту женщину, которую крестили, и ее в воду, чтобы утопить. Ну, пришлось и нашим женщинам туда в воду идти, чтобы защищать. Вот такие обстоятельства. И не все просто, не все просто. Но это был только один сезон. Но представьте себе, когда наши сестры, уже крещеные, вошли в воду только для того, чтобы защитить тех, которым хотят причинить зло за то, что изменяют вере. Обратилась к Господу одна из тех, которая особенно усердствовала в этой воде утопить там другую. Она тоже обратилась к Господу. И сейчас уже член церкви. Но это другое село. А есть село, где на подступах нам просто не подойти. В одном месте мы поставили палатку, стали проповедовать. Священник колоколом созвал все село. Пьяные вооружились вилами, там это парами. И напоил священник их вином. В Молдавии вина много. И толпою пошли человек, наверное, 80. Хорошо, милиция подоспела. Это первый раз в жизни я видал, когда нас оберегала милиция. Обычно милиция лицом к нам, для того, чтобы раздорять. А здесь было впервые спиной к нам. Убеждала вот этих пьяных нашествие это. И умоляли милиционеры сворачивайте все. Мы больше часа их не выдержим. Они расферепеют. Что нам тогда делать? Ну, мы действительно сняли палатку. Все сложили, упаковали. Под охраной милиции уехали. Было и такое. Но мы поняли, что нужно молиться за это село. И опять намерены уже в этом году опять идти в это село. Нет, в следующем году. Нет, летом. Думаю, что пойдем. Но теперь, прежде чем там ставить палатку, надо пройтись нашим книгоношем. Методы евангелизации, братья, мы приучаем молодежь, чтобы это было многоразлично. Ну, например, одна сестричка учится в университете, живет на Юью, в Молдавии, где-то километров за 170 от Тишинева, и говорит, у меня 10 дней свободных, я могу домой поехать, могу здесь какое-то время провести, если вы какое-то поручение мне дадите, пожалуйста. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста, дедочка, вот рюкзак, у тебя есть? Есть. Вот евангелие, песенники, и все. И вот приезжай в такое-то село, это от центрального трассы, 5 километров пешочком пройти, в стороночку. Там есть такая вот сестра, вот у нее остановись, и 10 дней там поживи, ну и обойди все село, предложи каждому евангелие, вот и 10 дней у тебя пройдет, в этом селе побудешь, ну километров может быть 40 от Тишинева. Ну и она поехала, и вы знаете, она целую неделю в этом селе все шла к этой бабушке нашей верующей. Дело в том, что ну способная девочка, ей всего 20 лет еще нету, с рюкзачком подошла к первой избе и говорит, бабушка, можно у вас водичкой-то напиться? Ну проходи, деточка, проходи, напейся. Ну, взяла водички немножко, отпила, поблагодарила, да воздаст вам Господь. А что ты? Боговерующая, да, верующая, да, ну, слово за слово, а у вас есть Святое Писание? Да, ну я православный, я каждое воскресенье хожу, слушаю, вот, сердце мое так вот по-доброму умиляется, а можно вот вам оставить в доме Евангелия? Ну, проходи, пойдем, вошли, она говорит, вот я здесь на столе оставляю вам Евангелие, если вы не возражаете, я хочу помолиться Богу. Господи, благослови это Святое Евангелие, чтобы, как сиротка, она не осталась одинокой, тебя бы никто не любил, никто бы не перелистнул, никто бы не прижал к своему сердцу, да не будет этого, помоги, Господи, штук, ну, как помогла, так помолилась, она говорит, доченька, ты присядь, присядь, села, эту молитву, которую ты совершила, запиши, уж больно хороша молитва, ну, стала писать, ты посиди, я сейчас, и побежала, всех соседей собрала, соседей собрала, и говорит, что, деточки, вот эту молитву прочитай еще раз, которую ты читала, бедные люди, они же не понимают, что у нас не заучено все это, на тот вечер она осталась в этом доме ночевать, ее задержали, а потом на другой дом взяли, и на другой дом взяли, через неделю только пришла к своей бабушке, адресок, который мы дали, и целую неделю жила она вот так вот, из одного дома Кочуев в другой, я считаю, что это нормальная евангелизация, только лишь нашу молодежь мы должны приучать не просто к бахвальству, не просто только пришли, доспели, и все, а вот в одиночном таком вот, когда ты, ну, это возможно, если ты по-настоящему, деточка моя, полюбила Иисуса Христа, если ты пожелаешь помолиться сердечно и искренне, если твоя молитва незавучная, если нестандартное твое поведение, если для тебя Господь все и во всем, то у тебя успех будет очевиден, бери в рюзачок, когда было с вами тебе Бог, иди, иди, голубушка, иди, и когда вот так вот туда идут, туда идут, туда идут, я вам скажу, там уже легче, легче уже и палатку устанавливать, когда почва подготовлена, помните, как Иисус Христос сказал, послал подвое там, куда намеривался идти, туда прежде посылал людей, чтобы подготовить почву, а потом и сам являлся, но потом, когда уже побывали его ученики, а его ученики не всегда любезно их принимали, когда войдешь, говори вот так и так, а не примут, убегай, дальше иди, а примут, вот твой мир, который ты предложил им, он и остается, нет, возвращается к тебе, ну, словом, дает первоначальную подготовку тем местам, куда хочет идти. Мы ни в коем случае не руку полагаю в Молдавии даже способных братьев, если там три-четыре уже пресс-фикер есть, а вырастают еще более лучше, это нормально, когда вырастают, но мы рекомендуем, если у вас есть 10, 15, 20 филиалов, куда вы посещаете, вы не просто как служители приехали, часик-два побыли и возвращаетесь к своим семьям, переселяйтесь в эти сёвы, продавайте свое имение, приобретайте там, ну, и вам вручается служение, и без без выездов, без всяких прогулок, совершайте служение, такое служение мы поощряем. Ну, не всегда это просто, мы, если мы посылаем кого на служение, мы стараемся делать так, ну, первый год содержим семью, ну, второй год посматриваем, а третий год уже должны и сами обеспечивать себя, ну, и расти как-то церковь должна, ну, а если мы посылаем куда-то далеко, вот, например, на Курилы, мы прибыли, там, молитвенный дом на Курилах, и на четыре, на пять месяцев мы посылали туда брата, ну, для ведения дела, лучше, если пресс-фитер, да, но не обязательно, скажу вам, братья, если едет на четыре-пять месяцев, мы платили только лишь в один путь, в другую, на обратную дорогу мы денег не давали, то есть, другими словами, ты приедешь туда и должен не в порт проповедовать, но и работать, работать и нормально, потому что, если мы тебя обеспечим, то окружающие скажут, ты же вы не работаете, вам хорошо, а за счет чего, вы живете там, или и так далее, мы обязательно посылаем не только лишь тех, которые хорошо проповедуют, но которые могут и заработать обязательно, ну, например, ездил брат, он пять месяцев там был на Курилах, ну, а заработал, и там, где он работал, эти рабочие знакомятся с ним, приходят на собрание, все вечера свободные, и то в одном доме собрание сделают, то у других родственников собирают дома там, или еще что-то, а он в это время по ремонту машин, единственный мастер на всех Курилах был, он заработал столько денег, так что нам десять бригад можно отправлять, вот, привез, заработанное, вот, за эти четыре месяца, ну, и мы благодарны Богу. Не у всех так все просто и легко, вы знаете, братья, если говорить о том, ой, успех, везде успех, везде успех, думаю, что это будет неправда, бывает и не успех, и серьезный не успех. Однажды один брат, я даже его смело могу сказать, Раут Ваня Иван Петрович, он сейчас призвутер Сахалина, на Сахалите все-таки он определился, вот уже два года, там уже, братья, уже за сорок членов церкви, за сорок мы приобрели, да, мы приобрели дом, наша бригада в Молдавии ездила там, строили, слава Богу, слава Богу, ну, кто-то, что-то помогли там и с Порта Ванина, и с Комольска, с Вольска на Амуре, но мы-то уже принимали, из Молдавии принимали участие, он призвитер по национальности Гагауз, Гагаузы это турки, которые приняли Иисуса Христа, вот, Гагауз это по-турецки предатель, этих предателей у нас в Молдавии много живут, вот, Гагаузы, они чисто по-турецки разговаривают, но Христа приняли по-настоящему. Вот этот самый Арнаут, Ваня, он в село Челык в Молдавии живет, ну, мастер спорта по бегу был, такой спортивный, такой крепкий, и вот обратился к Господу, кстати, я хочу сказать, в его селе не было верующих вообще, сейчас, повторяю, сейчас, там за 40 человек, членов церкви, на его территории вырос молитвенный дом, и мы его, как хорошего брата, послали на Сахалин, на Курилы, понимали, что у него получится, он как оратор не силен, но он силен в частных беседах, точно зная, что вот войдет в магазин, он выйдет из магазина, уже у него хорошие собеседники будут, это уже определенно, я уже знаю его, ну, например, мы зашли с ним в магазин, а он уже с одной женщиной разговаривал, за вами очередь может занять, да, пожалуйста, а вы что-то такая грустная, наверное, переживание на сердце, да, откуда вы знаете, вот так мне сам Бог подсказал, вы понимаете, и вот такое на сердце у меня, вот за вас помолится Бог, вам больше никто не поможет, и начинается беседа, она говорит, я вас приглашаю к себе, а кто у вас дома, ну, и этих, муж, о, если муж есть, то я пойду, ну, если мужа нет, то не пойдет, это четверо дочерей у него, и вот, я помню, первый раз мы его послали, Анечка, поезжай, поезжай, вот на Курилы, там нужно, там нужно, вот он приезжает и рассказывает, братья, братья, впал в великое искушение, в великое искушение впал, а Бог меня из пропасти вытащил, ну, расскажи, брат, что там за искушение, можно рассказать, но я вам расскажу, для вашего наседания, и для моего утверждения, и рассказывает, а в Молдаве тяжело заработать, а говорят, что на Сахалин хорошо платят, думаю, дай-ка я три месяца побуду здесь, как положено, как проповедник, а месяц я отработаю матросом и домой с деньгами приеду, ну, давай, думаю, только на Сахалин приеду и сразу устроюще, узнал, где эта фирма, записал адрес, все, а там самолет летает с Курилы на Сахалин, а он решил пароходом, это подешевле, там, в кубрике, там, внизу, двухъярусные кровати, он там местечко занял, буря большая началась в Тихом океане, а он никогда море-то не видал, решил посмотреть, ну, и вышел, а тут корабль как раз поднялся кверху и наклонился, в общем, его выбрасывает из моря, я, когда, говорит, по палубе летел, говноц, ну, мокро все, да, я только лишь, когда перилы-то перелетал, ухватил с одной рукой, нащупал другую, ну, он крепкий, спортивный, чем мастер спорта, накачанный, я, говорит, держусь, и корабль вниз, в бездну эту, но, говорит, держусь, спиной, говорит, я потерял борт, ничего, просто болтаюсь так вот с неопределенностью, но крепко держусь, не дышу, а корабль меня опять, опять кверху поворачивает, поднимается, на очередную волну, а там громаднейшие волны, и я, говорит, спиной почувствовал борт корабля, и подтянулся в этот пролет на палубу, и он наклонился на другую сторону, я быстро влетел в этот кубрик свой, матросы, говорит, а мы думали, что все, я понял, Господь, милость, я только подумал за заработок, и ты поговорил со мною, и серьезно поговорил со мной, все отпало, и хочу сказать, братья, что вот так вот, так бы и пропал, и мы бы не знали, где, что и как, а он рассказал, когда прямо в церкви, сказал, попросил прощения у Господа при церкви, потому что, говорит, церковь, вы меня благословляли, а я нарушил, да, я еще не пошел на заработки, но я подумал, разве этого мало, просто я хочу сказать, братья, не все вот так вот, так складненько, и все успешно, где нас Бог испытывает, и где проверяет, и где проводит через горнило испытания, это настоящая жизнь, настоящая жизнь, однажды мы тоже за него переживали, за этого Ваня, мы его ждали на конференцию, у нас всесоюзная конференция по благовестию, и мы телеграфировали, по телефону сообщили жене, чтобы Ваня непременно приезжал, прилетал в Москву, из Сахалина, но к определенному числу, зимой, чтобы обязательно был на конференции, она пообещала, а его не было, мы звоним, почему же нет, а я, говорит, не знаю, где он находится, уехал, у меня курил, по телефону сообщают, что его там нет, и нигде его не видно, а оказалось, самолеты не летают, вот уже несколько месяцев не будет летать, там очень сильный гололед, очень сильный, и никто не будет сбивать этот лед, ну, значит, до весны ничего там не будет, самолетов, значит, только лишь, только лишь пароход, я подхожу к капитану, вы непременно возьмите меня, мне нужно на конференцию христианскую, никаких конференций, мы вас не возьмем, не возьмем, нет, вы возьмете меня, а почему это так, потому что я владею тем, что ни один ваш матрос не владеет, чем, а я умею молиться, вот у любых бедствий будет ваш пароход, я помолюсь Богу, и Бог поможет, ну, братья, это не каждый может, вы согласны с этим, да, не каждый грознет, вот так вот, да, а он не отстанет, вот пути найдет, пути к сердцу, но это еще не все, братья, когда отправились в дорогу, там четыре винта, ну, мощный корабль, и говорит, достали, достался кубрик на четверых, три женщины, и я, эти женщины расхохотались, когда я один вошел, как мы тебя делить-то будем, дорогой, шесть суток ехать-то надо, я говорю, вы знаете, давайте так, по очереди молиться, вот я, говорит, как вас увидал троих, я понял, что заботы много, всех вас надо научить молиться, ну, за шесть дней вы научитесь, а пока что, я хочу помолиться Богу, за всех нас, за вас, за себя, за корабль, и встал на колени, и стал в стуху молиться, понимаете, ну, это особое дарование, это особое дарование, ну, и скажу вам, в начале, два двигателя отказались, потом и третий поломался, ехали на одном, но льды начались, встречные, вот, ветром гонимые, словом, в Японии, нас, говорит, затянуло, а потом по течению обратно туда, к Сахалину, и, хочу сказать, мы два километра были уже от Сахалина, два километра, и нам капитан говорит, кто хочет жить, идите по льду, а что такое по льду идите, лед, знаете, такой вот, по кусками, не то, что единые, целые, да, а перепрыгивать через трещины надо, а два километра, какой же глупец пойдет, и отказал четвертый винт, ему, капитан вызывает меня, говорит, ну что, вот я тебя и взял, начинай молиться, никто больше не поможет, если только лишь Бог, которому ты молишься, и брат наш молился прямо там у капитана, слух молился, а капитан стоял, и слезы были, и так благодарен был он, что взял этого человека, и льды потом отошли, ветер подул, спрашивает капитана, а чего вы, СОС, не дадите сигнал, а этот корабль, говорит, он не государственный, он частный, мне, говорит, надо, говорит, гарантии, вот столько-то, столько-то тысяч долларов, вначале оплатить, и тогда только лишь придут и вертолеты, и корабли, надо предоплату сделать. Вместо шестидневного странствования, месяц и два дня странствовали, и одна из трех, которые были жителями целый месяц этого кубрика, сейчас член церкви на Сахалине, одна из трех женщин, и вот это вот самое такое дерзкое их поведение, я уже узнал не от него, а от нее. Как они посмели с таким святым человеком так разговаривать? И вот его твердый апостол. Так что я хочу сказать, что, братья, не все просто, конечно, не все просто, это легко просто сказать, а оно, когда время идет, Бог каждого испытывает по-своему. Я в прошлом году имел честь летом посетить Сахалин туда. На самолете не было денег, мы на корабле с порту Ванина на корабле ездили до Сахалине. Теперь уже шесть церквей. И самая большая в столице, Южно-Сахалинске, за сорок членов церкви. Так что жизнь идет, братья, жизнь идет. Благая весть, Защиты Божьей любви Спасенье есть Для погибающей души Благая весть, Для кого-то дико послучно Ее обресь, Найти спасенье Кричал Благая весть, Благая весть, Благая весть, Благая весть, Благая весть, Благая весть, плывут по рекам корабли и ждут за честь. Иди в тайгу, послы твои во все концы, а бездорожные по льдам спешат концы забытым селам города. От дома к дому спеши, спасай, спаси, 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 ой, это счастье, что на земле звучит благая весть. Благая весть, благая весть о Христе. Благая весть Благая весть о Бог далеких краях. От дома к дому спеши, спаси, спаси, ой, это счастье, что на земле звучит благая весть. И благая весть, благая весть, благая весть о Христе. От дома к дому спешит она, спасая души от власти и слава. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть о Христе.